зима уже кончается средина февраля поэтому нужно на даче прийти до кое-что хоть там это подготовиться к весне тут заморозки были большие я целый месяц на даче не был вот пришел тут смотрю мой куст ерги снегом завалил он согнулся весь но это же ни к чему потому как здесь у меня парник будет зачем мне это надо чтобы ветки тут так низко были поэтому пришлось это дело очищать от снега но сломать конечно снегом их не сломает потому что это такой куст он не хрупкий но если он будет так лежать сильно низко то это ни к чему но потом думаю надо и забор тоже немножечко снег с него сбить а то потом таять начнет все там будет сосульки на нем заледенеет все вот и не эстетично это все будет поэтому вот пришлось такие вот работы некоторые делать она куда деваться зимой все равно есть работа на даче хоть немного но есть так что нужно выбираться хотя б раз в 10 дней наши теплицы зимой вот так вот покрывала с них сняли и все они стоят и никаких проблем не надо зимой вот а вот у соседки такая теплица но вот она ходит и все снегопады с нее снег счищает а потом надо будет еще снег внутрь накидывать вот так что вот так но она посмотрела на наши критая в этот сезон куплю тоже такую же еще одну как у вас ну давай давай покупай у нас таких много вообще-то уже у соседа у другого у у него тоже такая из поликарбоната сделано а вот тут вот выглядывает немножко видно там у другого соседа вон она вот а та у него вот такая вот тоже съемная покрывала снимается так что тут процент таких что-то большой ну вопрос в том что насколько к из качественного не это самое полиэтилена шьют потому что бывало так что у некоторых горит и год и она горит вся лохмотями а у некоторых пять лет и хоть бы что так что вот тут это как как лотерея получается неизвестно чем но опять же поликарбонат тоже разный бывает у кого значит через два года он уже крошиться начинает а у кого-то и и дольше держится а вот если посмотреть вот в другую сторону тоже вот теплица вон она зелененькая там каркас вот тоже вот такая же полиэтилен снимается на зиму у них но у него горит уже лет 5 она такая у него там их две или три даже таких гадачу красота хорошо все нормально а там дальше 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 вот за него за него туда вот а там с это самое с поликарбоната ну так что вот кому чё кому чё нравится снега у нас в этом году мало даже по пояс нету вот так что и вот забор весь не закрыла ну ладно чё ж пусть сколько есть только есть значит быстрее растает быстрее начнем работать тут на этом самом на участке на нашем вот а тут у нас чего еще то есть интересного интересного чего тут в общем зима на есть зима зимой ничего интересного особо нету это вот тут у нас сам боярка вот она вот это такая некультурная боярка дикая но вот она вся что-то какая-то кривая косая вот я ее тут привязал к это самое проволокой чтобы она немножечко хоть как-то немножко не такая кривая была то она на забор прям ложилась а здесь вот другая боярка вот это культурная ярко она крупная крупная и того того что она вкусная вот ну тут вот их два ствола вот один прямой второй что-то так накоренился был еще третий ствол но почему-то он пропал пришлось вырубить ну вот она теперь кособокая такая вот а тут тут у нас дорога вот она наша линия вот а за этой линии у нас сразу тайга начинается о там кедры стоят могучие и вот на них шишки бывают и я их собираю а вот если туда глянуть он через дорогу это здесь насаждение мы это я там понасадил все что на даче говорит выкини этот куст он нам не нужен я ну ладно его туда так что там 2 до дачный участок у меня получается там все насаженные тоже и ирга есть или там и рябина и черноплодная рябина вот и с вишня яблони дуб там все и в этом году вернее в том же году прошедшем я там еще липу посадил но не знаю прирастет она или нет ветку отломил от цветущей липы и вот я ее прикопал ну поливал добротно все но не знаю что будет в этом году вырастет или нет вот ну в общем вот такой вот у нас участок вот но тут наш домик вот он маленький такой вот но там на чердаке у меня там комната отдыха там все чем чинарем культурно так там у нас вот этот орех не знаю какого сорта ну эти плоды есть но мы их не едим они наверно несъедобные ну много целое ведро бывает на нападывает а там он дуб стоит молодой еще одно это я с него тут снег в прошлый раз стряхнул чтобы он так культурно рос но и в общем это будет он будет у нас там вот у нас береза вон она высокая высокая я ее взял нижней ветки в ней обрезал а сейчас покажу сбоку ее вот она сбоку если смотреть я нижние ветки все срезал и сделал из нее пальму вот она как пальма так она как поперла кверху расти мама родная вот тут у соседа вот так она их перегнала насколько а была ниже ну а тут на ней это самая антенна висит вот она на решетка польская как я называет но ничего 20 каналов цифрового принимает хорошо все чем чинарем по нашей улице вот здесь вот машины ездят пылят а куда деваться то она здесь вот наша тайга вот она вот а здесь вот поляна вот это это не просто поляна а тут мусорный контейнер ставят большой как кузов от машины вот и вот туда мусор таскают все валют за неделю полный потом увозят другой ставят а так хорошо придешь вот так в мусорном контейнере пороешься смотришь музыкальный центр какой-нибудь вытащишь вот или велосипед который почти что исправный вот или еще чего-нибудь там какое-нибудь там электрооборудование какое-нибудь там печку в че например которые тоже шнур оторваны только ну и неплохо неплохо вот у меня тут сколько три музыкальных центра исправных я оттуда вытащил очень даже хороших вот и тут у меня и приемники и чё тут только нету ну чё же ладно надо бы готовиться нам к отходу тут товарищ говорит я тебе позвоню и мы пойдем на остановку я ну ладно позвони для того чтобы по снегу хорошо можно было лазить одеваешь вот такие вот бахилы называется вот устройство очень простое шьется из какой-нибудь такой ткани которая плохо снег прилипаляется к ней плащовая ткань вот такой мешок делается и всего а потом тут завязываем вот так что и можно по сугробу лазить сколько угодно хоть по саму шею так что вот так вот делюсь опытом делайте того чтобы на даче можно было лазить вам сподручно вот такие вот бахилы потом обтряхиваем их сворачиваем и в сумку и все и пошел домой ну дома конечно надо на батарею бросить потому что тут все равно немножко снег на них и кстати на лыжах если когда на лыжах вот они спокойно одеваются на лыжи вот и намного теплее для ног так что вот здесь она будет вот так и все я валерий позвонил я грунт и чё когда пойдешь на грн давай я уже заканчиваю ну и я тоже пойду я потихоньку ну и вот и вот так по дороге и он дотуда до леса а там потом метров 200 и до дороги до асфальтовой ну вот наша улица кончается это крайние дома вот такой дом так мы спрашивали говорит построить обошлось 450 тысяч вот так вот цены какие сейчас ну вот а тут последний уже а там дальше тропинка будет и по этой тропинке по лесу идти вот а тут последний самый дом вот интересный вот летом посмотреть у него там чего там только нету это наш художник ну такой и выставки у него всякие там еще такое бывает вот поэтому он такой со вкусом все делает так вот предпоследний дом этот его вот такой это оригинальный николай солдатов у него там и водоем сделаны и там лебеди у него пенопласт вы плавают летом вот такой вот он оригинал ну любит человек творчеством заняться там у него и баня все там внутри сделано все так интересно сделано а тут вот водоем у него выкопанный нанимал он это самое экскаватор и он и вырвал а я иду один раз он говорит иди подойди посмотри кто у меня водоеме воду пьет я говорю кто подходим вот а там медвежьи следы и вот у него с этого водоема медведь на водопод приходит вот сюда вот он водоем у него тут здесь он тут карасей напустил их столько много у него развелось ну медведь наверно карасей этих не ест вот и лес по которому идти надо будет вот это вот большой этот кедр криво стоит криво потому что ветром его хотела вывернуть но а не осилила вот он стоит вот такой кривой а вот тут вот это все пустырь вот это это все кедры здесь полегли и потом их все на дрова и вот куда ни глянешь везде тут вот эти корни вывораченные сейчас вот тут мимо одного пойдем вот вот корневища кедра вывернула его кедр то потом отпилили утащили а он вот там этим стволом вот так к земле прижатый и стоит вот ходим мы тут вокруг него все время и зимой и летом вон там еще один выворачник вот он под снегом вот а там если дальше посмотреть там под снегом еще вон и они так что вот такие у нас тут ураганы бывают большие но это вот кедр стоит вот наклоненный ну следующий раз наверное его все-таки кедр стоит вот так вот и вот и 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 Ну вот, вышел я на асфальтовую дорогу В одну сторону, вот в ту сторону, в ту, куда я сейчас показываю Это у нас будет профилактория романтика Ну там озеро есть, туда-сюда, трассы горнолыжные Люди отдыхают, балдеют, тащатся, как говорится А мне сейчас нужно идти в другую сторону Вот это называется, там будет поселок Чульжан Вот там в поселке Чульжан будет автобус и поеду я домой Вот она тропочка, по которой я сейчас шел И показывал вам природу нашу Ну а это кладбище за забором, вот за этим забором И было очень интересно тут было поглядеть Вон там плакат висит, вон оно стоит Там написано, профилактория романтика приглашает вас И этот плакат стоял прямо вот здесь А забора не было И вот так вот смотришь, романтика приглашает и кресты И кресты, и кресты за ним сразу Ну как вот, ну как это, как это Тогда они взяли здесь забор, зафигачили зеленый А плакат этот передвинули на другую сторону дороги Тогда стало все в строчку Мне сейчас мужик предлагал это, на белой машине Говорит, садись, я говорю, нет, у меня друг, я и за друга не поеду Сейчас белая проехала Да, мы могли бы сейчас в круговую на автобусе сидеть Погода такая хорошая, будешь в автобусе бензин нюхать Я тоже так подумал Сейчас автобус туда прошел, вот как раз народ идет на дачу Двадцать минут, он подойдет Дело в том, что это Люди только на одиннадцать приехали, а мы с тобой уже отстрелялись Да Как хорошо Погода-то хорошая, не зря я тебе позвонил Ну, молодец А я думаю, согласишься, но ты согласишься, я все равно поеду Потому что я вчера собирался, но погода была плохая Ветерок был, а сегодня самое то А я вчера на лыжи ходил Ой, на лыжи Ну, у меня, видишь, ритуал, через день, через день Завтра, значит, придется опять идти на лыжах Ну, ладно, на дачу съездили Если здоровье есть, люди, они в проруби купаются А там прорубь уже сделали, напротив, в больнице Не, знаешь, я что-то в проруби не хочу купаться А если ты не подготовлен, ты можешь сразу крякнуть Сужение сосудов, да? И сердце не выдержит Ну, не знаю Я тебе говорю Запросто Вот она остановка Вот она рекламный щит Романтика Да, в ту сторону поселок Камешок Цельная путевка стоит Сколько? 34 тысячи Если не брешь 34 тысячи? Это она сколько на срок? По-моему, на 18, что ли, дней Ой Ой 34 тысячи можно в ресторан Да и в ресторан тоже дурочек Ладно, мы обойдемся без этого